Весной 2007 года интернет облетела новость о том, что археологи обнаружили останки людей-гигантов. Где-то в пустынных районах Индии ученые совместно с военными якобы откопали странные 18-метровые скелеты гигантов, живших на Земле несколько тысяч лет назад. Как писали индийские СМИ, правительство оцепило район раскопок, предоставив доступ к артефактам лишь представителям Национального географического общества. А в качестве доказательств приводились снимки гигантского скелета, вокруг которого суетились крохотные археологи. Слухи о якобы обнаруженных в 2007 году останках великанов были далеко не первыми. За три года до этого ряд сайтов рассказал о таинственной находке, сделанной в Саудовской Аравии. Там, если верить новостным сообщениям, также был обнаружен гигантский человеческий скелет. Естественно, военные тут же поспешили спрятать необычную находку подальше от вездесущих журналистов. Тогда все эти сообщения остались практически незамеченными. Зато после индийской сенсации 2007 года интернет буквально захлестнула волна информаций об аналогичных находках по всему миру. Греция, Малайзия, Австралия, Португалия, Кения, Южная Африка. Везде археологи будто бы натыкались на гигантские человеческие скелеты. Скелет гигантского человека обнаружили при раскопках в Австралии. Когда археологи собрали останки воедино, выяснилось, что рост древнего гоминида более пяти метров. Шокирующую находку сделали возле руин мегалитических сооружений. Сначала исследователи раскопали два бетонных блока весом 80 тонн, а затем рядом с плитами и останки древнего гиганта. Возраст загадочного скелета и мегалитов приблизительно одинаков – около 3,5 тысяч лет. По одной из версий, скелет принадлежит представителям цивилизации, построившей большинство гигантских сооружений на Земле. Именно этих строителей, по мнению историков, в древности называли атлантами. В перспективе ученые надеются откопать и остатки древних механизмов. Ведь даже пятиметровому гиганту не под силу перетаскивать каменные блоки весом в десятки тонн, отмечают исследователи. В июньском номере журнала «Ведическая культура» за 2007 год была опубликована статья под названием «Боги, великаны и люди». В которой подробно рассказывалось о сенсационной находке в Индии. Статья сопровождалась снимками великанов, перекочевавшими в русскоязычный сегмент интернета и ведическую культуру из иностранной прессы. Все это, по мнению редакции журнала, явилось чрезвычайно важным подтверждением летописной истинности древних вед и в особенности пророчеств о новой эпохе в развитии человечества, наступление которой верующие ожидали в 2012 году. Действительно ли перед нами останки гигантов, когда-то давно ходивших по земле? Мистификация настолько взволновала весь интернет и даже некоторые печатные СМИ, что первым не выдержало Национальное географическое общество, опубликовавшее на своем сайте статью, в которой сообщило, что, вопреки растиражированным в интернете сообщениям, не располагает сведениями об останках древних великанов. Фотографии гигантских скелетов являются подделками. Вернее, фотомонтажом, первоначальной целью которого было вовсе не желание создать громкую сенсацию. Часть снимков впервые появилась на сайте, объявившем конкурс на лучшую археологическую фотомистификацию. За основу снимков были взяты реальные фотографии археологических раскопок. На последних, само собой, не было никаких великанов, только останки мастодонта, которые превратились в гигантский человеческий скелет. В начале 2010 года тема с археологическими аномалиями была подхвачена новыми энтузиастами, в результате чего появилась порция свежих фотографий исполинов. Тема древних гигантов, существование которых всячески отрицают историки, время от времени всплывает в журналах и книгах, посвященных теориям заговора и запретной археологии. В 2012 году на канале «Культура» в рамках цикла «По следам тайны» был показан документальный фильм «Города великанов», в котором рассказывалось о гигантах, живших на территории Грузии и Армении 25 тысяч лет назад. Данная информация преподносилась как установленный и доказанный многочисленными археологическими находками факт, который упорно не желают признавать представители официальной науки, считающие эти свидетельства обыкновенными сказками. Авторы фильма утверждали, что грузинские археологи сумели обнаружить древние городища людей, рост которых достигал 3-4 метров. И даже приводили слова местных жителей, которые своими глазами видели гигантские кости. Но при этом останки древних великанов, способные внести существенные коррективы в устоявшиеся представления ученых об эволюции человека, в фильме показаны не были. На сегодняшний день нет никаких материальных доказательств того, что на Кавказе некогда жили 4-метровые люди. Об этом автором фильма «Города великанов» прямым текстом сказала доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Медникова. Вот только ее интервью смонтировали таким образом, что уважаемый антрополог фактически заявила о возможности существования в далеком прошлом великанов. Медникова написала открытое письмо, в котором выразила возмущение намеренным искажением ее слов. Однако руководство телеканала «Культура» не только не принесло извинений, но и заявило, что все обвинения археолога несостоятельны, ведь имеются рассказы почтенных людей из армянских сел, которые собственными глазами видели гигантские кости и черепа. При этом авторы фильма продемонстрировали видеосъемку человеческой кости, найденной в ходе раскопок в Армении. Она действительно выглядит большой, но в данном случае говорить о гигантах все же преждевременно. Рост человека, которому принадлежат данные останки, достигал двух метров, но никак не трех-четырех. Все же следует признать, что в далеком прошлом по Земле действительно ходили великаны, динозавры и даже человекообразные обезьяны-гигантопитеки, хотя рост последних не превышал нескольких метров. Гигантопитеки, жившие на территории современных Индии и Китая, вымерли по меркам антропологии совсем недавно, примерно 100 тысяч лет назад. Безусловно, гигантизм характерен и для людей, однако это аномалия, вызванная нарушением работы гипофиза. Об отдельной расе людей-гигантов не может быть и речи. Рост 18-метрового великана с одного из поддельных снимков в 10 раз превышает нынешний средний показатель 180 сантиметров. Учитывая то, что увеличение линейных размеров человека в N раз приводит к увеличению в N в третьей степени раз объема и веса тела, вес древнего гиганта должен был в тысячу раз превышать вес современного человека. Это примерно 80 тысяч килограмм. Ни один скелет не выдержит такую колоссальную нагрузку, учитывая то, что скелеты нынешнего Homo sapiens и мифических великанов идентичны, а разница заключается лишь в размерах. Поэтому напряжение в костях 18-метрового гиганта было бы в 10 раз больше, чем у современных людей. Так что древний исполин был бы попросту раздавлен собственным весом. Для того, чтобы великан с таким ростом мог существовать хотя бы теоретически, его кости должны были быть созданы из очень прочного материала, способного выдержать соответствующие нагрузки. А скелет претерпел бы существенные изменения, при которых он бы уже не был похож на скелет нынешних людей. Мифы Древней Греции, буквально напичканные эпосами о гигантах и героях-полубогах, способны подсказать нам, почему наши предки верили в великанов. Безусловно, верили, а как иначе, если у них на руках были ни много ни мало материальные свидетельства существования гигантов. Древние греки неоднократно сообщали о находках огромных костей, поразительным образом напоминающих человеческие. Об ископаемых останках, в частности, упоминал отец истории Геродот. Эти артефакты, происхождение которых греки объясняли не иначе, как тем, что когда-то на Земле жили великаны, позже легли в основу многочисленных мифов и легенд. В действительности жители Древней Греции принимали за скелеты гигантов останки вымерших млекопитающих. Намного позже, уже в XIX веке, точно такие же кости массово находили палеонтологи практически на всей территории Средиземноморья. Когда же мифы и легенды тесно переплетаются с реальностью, на выходе получается удивительная смесь фактов и домыслов. Центральным персонажем мифологии Саамов, народа Северной Европы, живущего в Норвегии, России, Финляндии и Швеции, является великан Куйва, якобы обитающий в Лавозерской тундре. Согласно легендам, великан-охотник, наводивший ужас на местное население, был уничтожен богами. От гиганта остался лишь 74-метровый темный силуэт на скале. В научном мире о Куеве заговорили в 1910 году, когда легенду о мифическом гиганте впервые записал шведский этнограф Густам Хальстрим. На протяжении столетий загадочный отпечаток на скале, смутно напоминающий очертания великана, являлся предметом поклонения и почитания Саамов. Разгадку тайны Исполина еще в 20-х годах прошлого века предложил русский геохимик и специалист по минералогии Александр Ферсман. Исследовав изображение Куевы на скале, академик заключил, что темная фигура образуется комбинацией лишайников, мхов и мокрых потеков на скалах. Спустя много лет, в 2013 году, сотрудники кафедры физиологии биохимии растений Санкт-Петербургского государственного университета подтвердили догадку известного ученого. Взятые со скалы пробы темного налета показали, что легендарный Исполин всего лишь узор из микроколониальных грибов и одноклеточных водорослей. При этом, если понаблюдать за силуэтом Куевы в разное время года, выяснится, что тень великана гораздо заметнее летом в пасмурную погоду и теряет контрастность с зимой, что лишь подтверждает биологическую версию происхождения фигуры мифического гиганта. Очередной всплеск интереса к людям-великанам был связан с сенсационной находкой так называемого кардивского гиганта. 18 октября 1869 года на ферме некоего Уильяма Ньюэла в Кардиффе, штат Нью-Йорк, двое рабочих обнаружили окаменелые останки трехметрового человека. Довольно быстро распространились слухи о том, что находка относится к библейским временам, а само тело якобы принадлежит коренному жителю американского континента. Несмотря на то, что ученые отказались признавать подлинность останков, за великана вступились некоторые христианские проповедники, посчитавшие, что гигант Искардиффа является подтверждением библейских историй об Исполинах. Как и современные фотографии людей-великанов, гигант Искардиффа оказался мистификацией, созданной атеистом Джорджем Халлом с целью поглумиться над священником, с которым у него завязался спор относительно буквального понимания текста Ветхого Завета и упоминаний живших некогда на земле Исполинов. Халл приобрел трехметровый гипсовый блок, объяснив это желанием создать памятник Аврааму Линкольну, после чего заказал каменотесу скульптуру человека ростом около трех метров. Кардиффского гиганта Джордж Халл закопал на участке своего двоюродного брата Уильяма Ньюэлла, где через год великана обнаружили рабочий, копавший колодец. Надо полагать, Халл получил огромное удовольствие, наблюдая, как служители культа самоотверженно защищают откровенную подделку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok